добрый день дорогие телезрители гость нашей студии известный оружейник скульптор джигжит вайсхаланов здравствуйте джигжит спасибо что вы пришли здравствуйте джигжит вы живете сейчас петербурге у вас там мастерская работает много народу и вы творите там в петербурге с чего все начиналось и нашим зрителям я думаю будет интересно наверно много раз рассказывать но тем не менее я сам родом из-за агинского бурятского округа и мой первый учитель это мой отец баир боец холанов вот это даже и вич он у меня изначально мастер на все руки у него была ювелирная мастерская и в школьные годы я находил разные инструменты и он начал обучать меня ювелирному делу женские украшения сейчас я очень люблю заниматься и уже много лет занимаюсь авторскими ножами традиционными бурятскими ножами и к этим ножам я пришел когда уже учился в улан-удэ и я очень рад что у меня по жизни очень много таких замечательных мастеров встречаются которые становятся тоже учителями где я набираю опыта да и сейчас действительно я живу в санкт-петербурге это замечательный город с огромной истории и культурный город с огромными такими замечательными музеями и у нас сегодня такая замечательная команда собралась это наверное моя такая гордость эта команда из моих братьев земляков из агинского округа из-за улан-удэ из за игра его есть ребята из петербурга есть есть очень хорошие мастера из города ижевск все мы знаем что ижевск это такая оружейная до оружейный город огнестрельного оружия но там же есть также школы оружейного мастерства по гравировке и очень здорово что будучи петербурге у меня была возможность поработать в одной очень хорошей компании межов называется и где я познакомился вот со своей будущей командой со своими друзьями ведь у нас такой такая работа что наверное человеческие отношения это одна из самых таких важных моментов именно в творчестве потому что мы не спеша делаем полностью ручную работу и внутреннее доверие и уважение очень важный атмосфера в мастерской микроклимат да микроклимат и мы все друзья все друг друга много знаем и даже те люди которые к нам потихоньку подключается новые они кажется так тоже вливаются и да да конечно хотелось бы чтобы атмосфера бы продолжалась такой же творческий дух да вот вы сказали что это команда это творчество это же все таки индивидуальная работа но в то же время получается когда работаешь большой мастерской то все таки это общекомандная работа народ какой-то определенный фронт работы выполняет конечно команда у меня появилась не сразу я много лет трудился один я работал в одной большой компании потом все равно приходит время когда ты хочешь уже развиваться и когда я был начальником производства в мастерской другой было желание развиваться и я начал самостоятельно трудиться в своей мастерской я работал один но все равно бывают моменты когда уже нужен помощник человек один человек появился вот а второй и третий но любое любое направление любое дело оно должно развиваться его нужно развивать и наверное это количество людей которые у нас увеличивается это наверно тоже развитие мы хотели бы стать хорошей мастерской и делать не только хорошие вещи но и делать их более мид более доступными потому что у меня есть например в творчестве есть разделение а есть изделий которые делаются по полгода который я делаю но ведь если я буду по полгода один нож делать это не продуктивно и не будет именно такого возрождения какой я хочу у меня цель и чтобы это традиционные ножи были более доступны и только за счет какого-то небольшого количества за счет качества мы можем сделать чтобы действительно наши земляки могли иметь возможность приобретать иметь возможность дарить друг другу оставлять своим детям внукам это только за счет командная работа ведь и везде молодцом быть невозможно все равно если я например владею чеканкой разными техниками есть ребята которые не хуже меня то и лучше владеет какой-то другой техникой и в итоге мы получаем изделие абсолютно качественность разных сторон один например занимается ковкой металла лучше его никто не сделает он мастер своем да да это очень важно и это нужно понимать что лучше доверить какое-то направление какую-то часть до профессионалу ради того чтобы наши ножи бурятские ножи они стали качественно лучше это как свежая кровь в нашем деле какой-нибудь гравит гравировка какая-нибудь школу которая может быть из другой из города ижевска например есть замечательные гравюры и мы с помощью моих друзей из наших нашей дружбы мы в наши бурятские ножи привносим новую технику новые качества я думаю это все идет именно не только сохранение ну и какой-то мере хотелось бы развитие вот на это хочется надеяться и я думаю это очень здорово то есть по вашей команде до этого когда при разговоре вы рассказывали что у вас есть ребята получается не только наши земляки на есть питерцы да получается есть с ижевской ребята есть из дагестана ребят то есть в нашем ваше производство до бурятских ножей но основу как бы основополагающего ваше производство это бурятские ножи все таки да получается есть элементы с разных культурных да как базу на межкультурно вот эта связь да плюс еще технологический как бы обмен он получается по вашему влияет на развитие традиционного бурятского как бы оружейничество в современном свете то есть ничего страшного по вашему нет то что если там какие-то технологии с ижевской возьмут то может быть горцы свое вот тагестанец парень тоже принесет это принципе получается основа табурятская но получается но мы доводим за счет этого появляется ведь знаете у нас ювелирное дело можно сказать и все до мельчайших детали должно быть проработано и вот например я часто встречаю разные изделия разных стран не говорим только у где-то в россии там бывает изделие замечательная рукоять очень красиво отделана рукоять резьба по дереву и ты смотришь клиночек он такой простенький и толщина клинка подбор мотик металла и обточка слесарная работа с металлом видно что там царапины риски видно и видимо не было мелкой наждачной шкурки чтобы удалить вот эту крупную царапину я вижу да я вижу и вот эти недочеты они их все видят даже не обязательно должен быть большим коллекционером или производителем на этом но это все-таки эстетично должно быть и за счет профессиональных таких наших друзей за счет хорошей команды мы можем действительно улучшить и когда мы получаем изделие наши мастерской ножи бурятские мы видим что дерево привезено из африки и бейного дерева африканское здесь у нас чеканка или литье у нас разные технологии используются и клинок у нас дамасская сталь или многослойная аналог японских стали и ее очень сложно обрабатывать но у нас есть соответствующие инструменты мастера которые проводят торги да и мы в итоге получаем полностью законченный объем работы продукт который не стыдно носить у себя на поясе и говорит что это вот бурятский нож ведь говорят же искусство объединяет она объединяет не только на уровне выставок или знакомства сразу в разных странах ты приезжаешь и говоришь что это бурятский нож какие-то презентационные да не только на этих презентациях или выставках но искусство объединяет уже в мастерской и я считаю что это очень здорово мы в бога оба работаем самые разные ребята и они самые и наверное склад характера у всех примерно одинаков потому что нужно быть усидчивым спокойным наверное под ливой работа и получается на самом деле разницы нету кто откуда и главное все но по духу все такие родственные люди вот вы сейчас очень тепло отзываетесь о своих коллегах от своих как бы можно сказать даже соратников и ребят которые вы все-таки объединяете то есть получается у вас не только как мастерская работа продолжается и развивается но у вас еще и менеджерская работа ведет получается потому что больше двадцати людей тоже все-таки надо обеспечить это обеспечивать работы соответственно до выплачивать зарплату и более 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 да у вас получается сейчас в производстве используется только вот традиционные виды да вот вы говорили что у вас есть компьютерщик да вот которые какие-то эскизы какие-то 3d может быть 5d технологиях да вот это же сейчас на современном этапе тоже очень важно ну я компьютерщики имел ввиду работа с сайтами есть у нас на нашем этаже есть фотостудии ведь фотографии это тоже очень важно это мы показываем изделие людям на расстоянии поэтому студийные фотографии это основа всех нашего сайта продвижения потому что вот мы сейчас открывая нашу галерею мы становимся ближе но до этого мы старались быть ближе через наш сайт через хорошие фотографии поэтому фотостудия интернет это тоже очень важно и у нас есть такие друзья которыми этими нам помогают и сейчас такое современное время что так получается что я например должен все-таки заниматься всеми направлениями нашей деятельности не только рисовать и новые проекты не только придумывать или лепить скульптуры но сейчас такое время что ты должен быть и менеджером и организатором да и управленцем это очень интересно и действительно когда ты сам этим занимаешься ты будешь на себя ответственность берешь и и ну без этого уже сейчас никак потому что время сейчас такое и следующий вопрос получается вот вся эта работа которую вы ведете дает на протяжении многих лет до соответственно дает показывать сколько у вас сейчас то данный момент выставок и где вы выставляете если в общем вот мы недавно писали биографию выставок их очень много больше двадцати выставок прошло но это в большей степени конечно это мои оружейные выставки которые проходили за авторские работы авторские мои ноть по теме клинкового оружия это москва санкт-петербург и во франции в брюсселе во франции мы уже три раза выезжали с оружейными выставками и сейчас если такая интересная для нас тема как персональная выставка в пятнадцатом году мы с большим таким приятным с хорошими воспоминаниями вспоминаем как замечательно пошли выставки в пятнадцатом году мои первые персональные выставки эта выставка была начала взяла в поселке агинская народе родине потом мы приехали в читу а это наш областной центр в лану дэй и закончили выставку в иркутске музейной студии иркутска там же мы познакомились такой очень серьезно галереи виктор бронштейна и там мы выставку тоже продолжали и когда мы эту выставку провели действительно набрались очень большого опыта и мы очень сильно усиленно готовились и два с половиной года готовились и мы снова поэтому можем маршруту практически мы сделали вторую выставку которая называется сквозь стихию эта выставка улан-удэй иркутск и монголия мы захотели более такие крупные города потому что и экспозиции время все-таки ограничивалось и мы сейчас очень рады что в улан-удэй музее художественным музеем и музей имени сампилова у нас прошла выставка большая выступ очень очень хорошо прошла бурятия наша встретила вас распростертыми объятиями и гостем наши было и алексей самбуевич цедейнов это конечно очень серьезная поддержка для молодых для меня для для молодого художника приход главы это действительно для меня событие и из москвы специально прилетел баир брасланович жамсуев это человек которого я безмерно уважаю со школьных лет я его знаю это человек который очень много делает для агинского округа для забайкальского края и он всегда поддерживает и специально приехал на мою выставку тем самым оказал очень большую поддержку вячеслав борисович бухаев из санкт-петербурга приехал это уникальный архитектор действительно великий человек у нас в бурятском народе человек который около ну больше 30 я думаю монументов которые установил в санкт-петербурге а все мы знаем что в петербурге гвоздя не забьешь пока не одобрят городской совет это же есть столица культурная там очень много требований а вячеслав борисович бухаев это уникальный такой авторитет которому прослушивается даже вот интеллигенция петербурга и конечно же вот те гости которые почетные гости бурятии министры и директора музеев так сильно поддержали и из агинского округа все главы наших районов приехали вообще выставка это конечно одна из самых приятнейших таких мероприятий моментов нашей деятельности и мы хотели бы конечно сказать что мы после ланды поехали в монголию монголия это все-таки наша тоже такая древняя наша родина и там очень хорошо все прошло музеи это кстати вы выставку делали в первом музее монголии музеи и художественном музее имени зана базара и сарантуя директор этого музея на очень здорово все организовала все прямо с такой теплотой нам провела выставку и министерство культуры комитет по культуре директор комитета по культуре адам дюн сурен очень много у нас там замечательно друзей появилось и и мы после этой выставки нас даже принял господин батулга это президент монголии и мы дал возможность нам поблагодарить в лице батулги весь монгольский народ столицу монголию ламбатор за такую за теплый прием за гостеприимство и в общем это для нас конечно большая честь хорошая поездка да и мы очень прямо очень благодарны монголии и бурятии потому что мы отсюда поехали из ланды у нас была уже такая вот атмосфера наверно закончили в ланды хорошо прошла выставка вот татьяна талина варной познакомила нас директором музея монголии сарантуя и получается мы с ландынского музея с подачи музея познакомились музеем в монголии и это здорово что нам помогают вот и всегда на родине делать выставку очень ответственно ответственно и в то же время чувствуется поддержка это опыт большой и в общем я хотел бы пользуясь моментом сказать всем спасибо за то что вот тепло встретили в ланды помогли организовать выставку и и даже дальше помогли контактировать и с нашими монгольскими друзьями в общем сейчас у вас открывается галереи да у вас уже есть петербурге соответственно при мастерской до галереи на весь москве уже несколько давно достаточно время работает галереи до выставка открывается в лану д вы вернее не выставка а галерея постоянная который экспозиция будет уже на постоянной основе до соответственно но уже как с подачи одного из наших наших друзей уже не секрет что у вас в лан батаре скоро откроется галереи да да и чай дважды у нас на сайте написал поэтому вот об этом пожалуйста расскажите да открытие это на самом деле для нас огромное такое событие у нас есть представительство в москве есть небольшая галерея при мастерской выставочный зал но открытие выставки в лану д именно арт-галерея нашей мастерской это событие для нас потому что мы должны быть так как в основе моего творчества являются бурятские мотивы бурятские традиционные ножи бурятские луки и мы просто обязаны быть на родине мы должны участвовать в жизни нашей родины потому что во первых это для нас большая часть честь и мы просто действительно находимся очень далеко санкт-петербург это очень далеко всем тысяч километров да 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 поэтому мы должны быть ближе и действительно наши люди из бурятии заказывают на мероприятия на свадьбы детей на рождение детей уже традиция возобновляется возобновляется и люди заказывают петербург нам звонят но мы решили что если бы мы здесь были бы ближе все-таки интернет это люди все-таки хотят видеть еще хотят пощупать и мы должны эту возможность давать мы должны быть на родине чтобы человек пришел увидел и даже если не купил сразу он может заказать хотя у нас тоже мы надеемся что будут у нас в наличии здесь вещи но человек может увидеть и сказать да мне нравится или не нравится вот это там может нам предложить какие-то изменения мы всегда готовы и тогда мы станем более доступными и и будет именно место куда прийти и в это же мы вместо можно приходить забирать изделие которым мы отправляем из петербурга и мы хотели бы за счет нашей этой арт-галереи принимать гостей показывать гостям нашей республики нашего города что вот какие у нас бурятские ножи мы хотим такой общественную тоже деятельность вести каким будем максимально стараться участвовать в общественной жизни культурной культурной жизни республики и в целом ну вот касаемо вопроса да вернее вы уже перешли к этому вопросу вот пятый международный детский конкурс детского творчества на этом недавно прошел буквально апреля месяца или в марте даже вы там учредили свой приз это была статуэтка в виде морен хура головы морен хуру переходящий скрипичный ключ для на нефритовой подставки но откуда эта мысль родилась и вот вы я слышал вы уже сами рассказывали что у вас по возможности вы поддерживаете детское творчество на творчество то плане что ну гуманитарным как бы направление там кто рисует поет на сует вот откуда у вас вот это да вот кого традиции все равно берутся скорее всего я думаю из семьи да потому что ваш отец свое время людям помогал да вы сейчас мы нажать это вот об этой традиции пожалуйста да действительно это очень мы этим занимаемся но в основе отец вовремя меня поддержал ведь говорят же главное вовремя поддержать направить и в это время русло все время в руслом главное направить и когда у меня был интерес к рукоделию там что-то я делал там отец все свои ювелирные инструменты не показывал обучал первым а зам там и он вот именно вовремя поддержал отправлял в ланды в поселок исток там друзьям я считаю что это очень важно и во время моего школьного вот это вот увлечение всегда проходили вот эти школьные мероприятия у нас выставка детская там кто что мог делал ювелирные выставки были это удивительно что я в восьмом седьмом шестом классе мог участвовать в ювелирных выставках по агинскому району округу я занимал даже призовые места это все стимулирует детском возрасте это все стимулирует и сейчас у меня уже на протяжении нескольких лет мы у меня в родной школе который я учился вами тхашинской мы каждый год дарим небольшие призы для детей которые выделились в этом году например кто-то выиграл какой-то музыкальный конкурс кто-то художник хорошо рисует и не важно это главное творчество это нужно стимулировать и мы это каждый год делаем а сейчас после во время наших выставок улан-удэ баир борисович турбянов мы с ним очень давно знакомы дружим он спросил мне по поводу возможности сделать гран-при куба гран-при для детского большого международного мероприятия конечно это мы были готовы к этому потому что мы изначально стараемся участвовать в жизни культурной жизни мы и на алтаргану когда в лан-дэ проходилось мы мы стараемся участвовать потому что у нас направление такое мы делаем традиционные вещи и традиционные культурные мероприятия не должны быть но все же в нашем мире взаимосвязано поэтому и когда вы борисович обратился не минуты даже не задумывался потому что это первых дети это здорово у меня у самого дети двое детей и мы согласились времени конечно как всегда бывает мало именно буквально вот оставалось немножко времени но это же дети поэтому настолько все хорошо получилось имеется ввиду идея нам же показали проект именно уже визуально и так электронная картинка была мы ее уже продумали перевели в минами в металл очень хорошо подобра подбирались куски нефрита он бывает же вот хорошо идет именно так как урок что-то делается да и и подставка хорошо потом подошла и и металла и серебро и бронза там в общем все так хорошо видим энергетики мероприятия вот это все аура была хорошая и мы вовремя успели мы все это передали и в общем мы очень рады сами конечно мы в большей степени даже рады потому что нас пригласили по такой замечательный праздник или мероприятие принять участие поэтому говорят же удовольствие получает не только одареваемый но тот то и дарит поэтому это очень здорово конечно вот если немного сказать а если вы позволите немного о планах вот на будущее я вот в ходе нашего разговора услышал некоторую тему того что вы хотите сделать ваши на сейчас ваши ножи ну давайте без лишней скромности это достаточно экстра класса как бы люксового класса вещи до которые достаточно стоит соответственно это уже бренд бренд по исхолан это получается басхланов жигжит да достаточно дорогие скажем вы хотите сделать какое-то определенное направление которое было бы общедоступно как бы скажем но по карману среднестатистическому буряту скажем или же жителю как человек который хочет сделать презентовать или же как самому есть иметь себе тоже традиция бурят раньше была традиция носить ножи не потому что кого-то там агрессия а вот именно чисто традиционный вот да как бы ритуально не ритуально даже а вот и требует костюма атрибут костюма да вот каким образом вы говорите хотите сделать какое-то определенное направление которое будет более доступно да да за счет того что у вас будет некоторых укрепляться производства да да за счет нового оборудования за счет действительно будем потихоньку привлекать новых мастеров новых людей и мы конечно хотели бы даже обучать людей потому что у нас очень достаточно большой опыт и конечно обучение не только я у меня замечательной команды я думаю что если мы начнем заниматься обучением вся моя мастерская с удовольствием буду делиться своими но это к этому придем потому что это отдельная такая тема которая нужно самим подготовиться нужно но и без этого никак потому что мы хотели бы чтобы цепочка не обрывалась чтобы наше молодое поколение тоже перенимали наше то что старшее поколение мастеров дарханов нам передали искусство оружейного дела бурятского и мы должны наверно тоже свою очередь хотя мы сами достаточно молоды мы должны все равно как-то передавать и действительно мастерская только на люксовых на таких изделиях держаться она не должна мы хотим делать мы уже начали на самом деле наши ножи уже становятся более доступными и конечно хотелось бы чтобы действительно идея возрождения и популяризации бурятского ножа она должна быть доступны и мы сейчас разрабатываем модели бурятских ножей разных размеров разных сочетаний материалов и это галерея наша она будет именно местом презентации мы сделаем пример какой-то какой-то модель именно бурятского ножа например у каждого надо будет свое название и мы будем называть и мы будем проводить такие акции презентации каждого ножа этот нож будет у нас производится именно уже не в единственном экземпляре он будет повторяться и этим самым он будет более доступным то есть а у вас как вы хотите то чтобы новую традицию или получается раньше водку по какие-то по каким-то знаковым событиям дарили при рождении сын например да и когда сын женится до или же например когда пошел и ну пожилому человеку скажем который вот это родовой нож или мы если можно так называть до который переходит из поколения поколения да вот в этом смысле вот ваша социальная нагрузка или же там межкультурную связь между связь между поколения огромное без преувеличения будет сказано вот тогда получается вот ваша галерея который сейчас будет открываться в лану д вот именно будет помогать возрождению и как вы сказали популяризации до движения бурятского ножа да да и и сейчас получается вот связи с открытием этой галереи да на данный момент у нас можно сказать традиции уже по большому счету половина дела сделано будет да но галерея я думаю она должна действительно быть какой-то точкой отправной новой точкой потому что уже наша деятельность уже начата не вчера поэтому в принципе мы большая работа проведена по набирание опытом поэтому по изготовлению ножа сложилась команда теперь мы знаем где хорошие материалы братья это очень важно и сейчас мы должны наверное конкретно работать на основную цель это было должно быть доступно гости которые приехали к нам в бурятия они должны иметь возможность увидеть и получить или купить качественный бурятский нож ведь оружейное искусство оружейные коллекционеры их очень много их правда не видно так это узкое направление но мы должны бурятский нож сделать нашим нашей гордостью и наши земляки должны иметь возможность дарить нашим гостям или наши гости должны иметь возможность увезти с собой как сувенир настоящий бурятский нож не не вот бывает за сувенирный даже это хиоровый каким-то деревян где-то с деревом да вот сувенирные ножи это же ведь образ ты видишь вроде блестит ты подходишь но все настолько хлипкой и не трудоспособны искусственности за а мы будем делать настоящий закалка твердость металла качестве металла дерево там всех состав детали сборки и действительно чтобы можно было не стыдно дарить и мы конечно будем очень делать хороший акцент на упаковку ведь все в детали все главное в детали спасибо большое же жить прекрасные ножи прекрасные скульптуры прекрасная работа прекрасное ваше вообще предназначение нести людям нашу культуру бурятскую культуру до объединять народы в том числе вашей мастерской будем рады вашему приходу к нашу в нашу студию будьте нас в гостях мы будем рады всегда посещать вашу галерею тем более сейчас уже плану да есть это галерея поэтому гостей и зрители наши нашего канала я приглашаю галерею лежит и боесхланова которая расположена самом центре нашего города ланды на улице коммунистической мимо точно не пройдете потому что это очень знаковое место поэтому мы еще раз вас благодарим будем вас ждать в гостях желаем вам творческих успехов счастья и больших порывов для того чтобы творить и созидать спасибо большое спасибо что пригласили спасибо спасибо